Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, днём преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 4, плюс 1. Днём плюс 14-19, и местами до плюс 12 тепла. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днём плюс 17-19 тепла. В Черкесске стартовал волейбольный турнир, посвященный Дню Победы. Участие в соревнованиях пили команды из нескольких регионов России и Республики Абхазия. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Этот ставший традиционным турнир можно смело считать международным. В прошлом году девочки из Абхазии приезжали в столицу Карачаево-Черкесии впервые. В их числе была и Маша, у которой от тех состязаний остались приятные впечатления и немало новых подруг. В прошлом году, когда мы приезжали в Черкесск, нас приняли очень тепло. Нам здесь очень понравилось. Мы подружились с очень многими командами, мы нашли общий язык. И даже с некоторыми из девочек поддерживаем связь. Сегодня мы приехали, получается, второй раз. И девочки, от лица девочек хочу поблагодарить за второе приглашение. Хочу сказать, что уровень, конечно, выше, чем был в прошлом году. И команд, соответственно, тоже больше участвует. И наши девочки тоже показывают лучший результат, чем в прошлом году. Десять команд из нескольких регионов России, плюс гости из Абхазии. Каждый коллектив мог с полным правом рассчитывать на успех в многодневном турнире, посвященном Дню Победы. Следствием основательной подготовки юных спортсменок стали напряженные поединки на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Приезжает та же команда из тех же городов под тем же названием, но состав уже более молодой, так скажем. То есть обновлено. Подрастает новое поколение. То есть следующее. И они уже становятся участницами этих оснований. И таким образом, ну, традиционно есть у нас лидеры на этих основаниях. Ставропольский край всегда является лидером. Например, команда из самого города Ставрополя, Светлоград, Кисловодск, очень сильные города. Ну и традиционно мы как хозяева, нам и стены помогают. Ну и наша команда, она всегда на должном уровне выступает. Целью таких состязаний, помимо определения призеров, можно считать объединение людей вокруг общих интересов. В данном случае вокруг спорта. Наверняка и на этот раз принципиальные соперницы на площадке вне ее станут хорошими подругами. Обладатели призов и грамот от организаторов будут определены в конце недели. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкёзовым. Удачного дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»